Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Если посмотреть на Петра Первого вот так вот, кажется, будто это и не Петр вовсе. Колумб! Но Колумбом за Москворечье в Москве называли другого человека. Вот его, писателя и драматурга Александра Островского. Островский, помимо того, что автор «Грозы и беспреданицы», еще и разработчик главного русского риторического вопроса. И если другие русские вопросы при определенных умственных усилиях все же имеют ответы, то главный риторический вопрос... Ну, сами посудите. Отчего люди не летают, как птицы? Вот то-то же! Отчего люди не летают, как птицы? Я Владимир Раевский. Я москвич. Вообще-то я родился и вырос в Екатеринбурге. А в Москву приехал только в 2008-м. Но, как водится, до втором году жизни в Москве стал коренным, на пятом – потомственным. И теперь... И теперь у меня есть своя Москва. Москва Раевского. Я вам ее покажу. В Москве всегда любили животных. И сейчас любят. И я люблю животных. Вы выбрали пять главных, если не сказать тотемных, московских животных. Кошки, собаки, слоны, медведи и птицы. В широком смысле слова. Ну что, теперь поехали. Отчего люди не летают, как птицы? И если риторический вопрос, на то и риторический, чтобы ответа не иметь, то вот вопрос, на который всегда было интересно найти ответ. И его можно найти. Какая птица в Москве самая редкая? Над городом летают сотни тысяч. Голубей, воробьев, синиц, галок, ворон, снегирей. Но какую птицу в Москве стоит искать днем с огнем? Один всегда и галок, воробьев, народу воробьев... Ну ладно, голуби, в Парижа птицы нет? Согласен, но поиск самой редкой московской птицы, надо с чего-то начать. Это Петровские линии, улица возле, естественно, Петровки. А это 50-е годы. Люди кормят голубей. Да, больше ничего не происходит. Люди кормят голубей. Да, вот, это здесь же. Барышня тоже кормит голубей. Кидает им зерно и крошки. Вот мы на Сапожковской площади. И это 50-е годы. И здесь тоже люди стоят и кормят голубей. Просто стоят и голубей кормят. Целой толпой стоят и смотрят, как едят птицы. Стоят и смотрят. Что и говорить, на Арбатской площади даже знак специальный имеется. Место кормления голубей. Даже на Красной площади, святыне нашей, стоит дама и продает зерно, которое можно кинуть голубям, а потом смотреть, 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 и смотреть, как они едят. Видимо, здесь не обошлось без молодежи и студентов. А также их знаменитого международного фестиваля, который прошел в 57-м году в Москве. Тогда на открытие отпустили столько голубей, что теперь им надо было где-то жить. И есть. Но на этом сердобольность москвичей не закончилась. Журнал «Смена», 56-й год. Школьник Юра Вайнштейн увидел, как на Петровских линиях машина сбила голубя и попросил милицию установить специальный знак «Осторожно, голуби». Самое удивительное, что Рут, так называлась тогда ГАИ, вняла уста младенца и установила вот такой знак. Это он висит на елинке, колычется себе. Убеждает ли кого-то вопрос, как и наш исходный, риторическим. Но сам факт. Голубь – это интродукция. Потому что наш голубь, городской голубь, это голубь скальный. Это вид, аборигенный вид Средиземноморья, Ближнего Востока. Он гнездится на скалах. И он продвигался на север из города в город. То есть, когда началось строительство городов, то голуби обживали эти города, где они находили пищу. И с одного города уже добирались до другого. И так все дальше и дальше. Ну и, конечно же, наши голуби, они смешивались с голубями декоративными. Очень часто мы видим такие выщепления в стае сезарей. Какие-то белые, рыжие, еще непонятные голуби. Это вот как раз привет от любителей голубеводства. Как бы то ни было, может, пощадили лихачи, а может, судьба такая. Но голубей в Москве действительно много. И на роль самой редкой птицы голубь, ну, правда, не тянет. Некоторые их не то что не кормят, называют летающими крысами, и большой радости от их присутствия вокруг не испытывают. И все же Москва без голубей не Москва. Так, теперь вороны. Их, конечно, меньше, чем голубей. Дело в том, что вороны очень умные, а умных обычно... Ну, вы понимаете. Эта ворона поселилась на Мясницкой как символ высшей школы экономики. Тоже потому что умные. А еще вороны в большом количестве поселились в Кремле. Но уже по другим причинам. В Кремле? Вороны? Ну, да. Все началось сто с лишним лет назад. После революции весной 18-го года правительство переехало в Москву. Как бы временно, но, как мы заметили, нет в России ничего более временного, чем безвременное. Кремль тогда, в начале революции, в 20-е годы был жилым. Жили там разные люди. Как вожди, так и кухарки, дворники, повара и прочая обслуга. Всего 2000 человек. Мусора, такой неожиданно для Кремля бурной жизнедеятельности, оставалось много, и вывозить его успевали не всегда. Ворона умная не только потому, что глаза черные и блестящие, но и потому, что это синотропное животное, то есть приспосабливается к человеческим отходам. И Кремль с мусором стал настоящей вороней штаб-квартиры. Красноармейцы и латышские стрелки, охранявшие Кремль, не привыкли держать свои винтовки бездельно. Шумное противостояние Красной армии и Вороньего царства разбудило Ленина, который тоже вообще-то жил и работал в Кремле. Ленин был недоволен и сделал стрелкам-прыгать. Стрельба-ститва. Но вороны-то остались. Остались галдеть, вопить, таскать рассаду, портить газоны и цветы и злить начальству. Из кремлевского полка даже выделяли специальных солдат – галкогонов. Стрелять по воронам им уже не разрешалось, поэтому галок сгоняли как получится, распугиваясь крыш, разоряя гнезда, в общем, не давая им проклятым покоя. Вороны развлекаются в Кремле как могут. Они, повторимся, умные, они систему питания выстраивают умело и поэтому остается время на развлечение. Вороны катаются по крышам и куполам, сдирая сусальное золото с работ Аристотеля Феррованти. И по крышам скачут с гиками, мешая государственным заседаниям и, возможно, внедряя собственные поправки в Конституцию. Если вы начнёте пристально за воронами наблюдать, вы увидите, что у них бюджет времени организован так, что они в день тратят на еду минуты, не знаю, полчаса. Остальное время у них свободно. Ну, аналогии с нами, да? Мы же не целый день жуём. Есть исключения. Мы не будем на них ориентироваться. Но поскольку у нас пища достаточно калорийная, даже мы при своих размерах наедаемся реально за полчаса в день. Ворона значительно меньше. Ей нужно меньше калорий. Она наедается быстрее, если ей попалось что-то хорошее на помойке. Остальное время свободно надо чем-нибудь заняться. Есть известные совершенно истории, что они катаются по золоченным куполам и там слегка стирают по золоту. Видимо, она, значит, между нами, говоря, довольно тонкая. Ну и потом, наверное, неприятно. Просто ты выходишь, не знаю, из Кремлевского дворца, а тут 50 ворон с карканьями носятся. И, может быть, даже что-то предвещают. На страже Кремля и на её защите, как говорят публицисты, от воронья, целая орнатологическая служба. В её личном составе только две птицы. Но какие это птицы? Вон они идут. Знакомьтесь, Филин Фил и ястреб-теревятник Астер, а также их друзья Юлия и Юрий. Эти две птицы, можно сказать, работают в паре. Вот это адский хищник, это лютый хищник. А можете дать ему кусочек цыплёнка? Вот это была чья-то лапка или крылышко. Самое главное для наших коллег из орнатологической службы увидеть, что он атаковал ворону, схватил её и сейчас готов прикончить, и тут же предложить ему какую-то замену, что-то выторговать. Потому что ворона летала неизвестно где, а мышка, которую вырастили специально для Астера, понятно, где росла. А вот Фил, Фил не то чтобы... Он, конечно, тоже герой России в борьбе с воронами, но он не то чтобы самый крутой охотник. Больше всего такая птичка используется, конечно, для устрашения. Мы иногда смотрим на такую птицу, как Филин. У него большая голова, большие глаза, нос смешной, ушки. И кажется, что это очень милое какое-то создание. Но это не милое создание. И это не котёнок. Это в том, что его используют больше для устрашения, потому что если он взлетит и размахнёт крылья, мне нельзя здесь руки поднимать, потому что если он в мишени для них, так вот если Филин вылетит и расправит крылья, это будет два метра. Поэтому это не столько кровавый убийца, сколько птица-репеллент. Она маркирует территорию на предмет того, чтобы сообщить воронам, что делать здесь им нечего. Но при этом, несмотря на специфическое место работы для Фила и Астера, нет задачи полной, тотальной зачистки всего, что улетает. Есть задача создать необходимый и естественный баланс для птиц в Кремле, чтобы здесь жили и вороны, и певчие птицы, и над всеми надзирали Фил и Астер. Спасибо вам большое. Счастливо. Хорошей службы. Пока. Нет, все-таки, ну не вороны самые редкие московские птицы. Воробьи, синицы, голуби, вороны, в их числе самых редких птиц, ну все-таки не сыскать. Хотя это не значит, что мы не должны обращать на них внимание. Вот, например, песню «Чижик-пыжик, где ты был» все знают? А как этот чиж выглядит? А вот как. Ничего нового? В общем, чтобы найти самую редкую московскую птицу, надо взять крен в сторону. Сейчас будет неожиданно. Ну а чего? Разве пингвинов в Москве много? Все-таки от Южного полюса расстояние приличное. Это дом полярников на Никитском бульваре. Вообще полярники – это космонавты 30-х годов. Это в их жизни всегда есть место подвигу. А в Советском Союзе только такая жизнь с подвигом должна быть комфортной и благоустроенной. И полярникам прямо на Никитском бульваре строят отдельный роскошный дом. Про некоторых жильцов так и пишут. Прибыл с Альдины. Полярник Илья Мазарук вначале геройствовал на Северном полюсе, а потом отправился с экспедиции на Советскую Антарктическую станцию. Обратно Мазарук вернулся не один. Пингвина назвали Илюшек в честь спасителя. Илюшек даже пожил какое-то время в квартире полярника. А потом был отправлен в московский зоопарк, где и умер в счастливой старости. Но вольный Илюшековский ген каким-то образом передался его наследникам. В 60-е из зоопарка сбежала целая стая пингвинов, подаренная рыбаками китоборьями. Как любые нормальные советские существа, вырвавшись с работы, пингвины побежали за дефицитными покупками. Милиция задержала их только на ступенях Краснопрестенского универмага. Для человека приятные прогулы. А для пингвина – неплохая спортивная дистанция. В 1991 году Москва тоже заполнилась пингвинами. Эта группа художников-акционистов под названием «За анонимное и бесплатное искусство» превратила в пингвинов городские урны с характерным профилем. Московские пингвины 1991 года сфотографировались на бригадах у Белого дома, постояли в очереди за кормом и прокатились на метро. И все же пингвины – это как-то не совсем честно. Во-первых, их все же много, целая стая. Во-вторых, это завезенная в Москву экзотика. А что, так можно? Какая самая маленькая птичка в Москве? Все воробьи на улице, а калибри здесь, в Зоологическом музее МГУ. Этот скелетик был сделан пражским биологом Антонином Фричем и в конце XIX века привезен в Москву. Есть в Зоологическом музее и более веселые калибри. Эти коробки с чучелами калибри разного калибра были куплены тоже в конце XIX века у немецкого биолога Людвига Райхенбаха. И эта покупка, как ни кощунственно, по сути, и спасла птичек. Основная коллекция Райхенбаха погибла во время адской бомбардировки Дрездена в конце Второй мировой войны. Если присмотреться к Москве, можно обнаружить и вовсе фантастических тварей. Вот павлины в Померанцевом переулке. Вот павлины, а еще сказочная птица сирен в Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке. Вот какие-то полупеликаны на доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре. И даже в Кремле не только воронами. Вот Троицкая башня, а вот Спасская. Ладно, это все лирика. Я знаю, какая я на самом деле самая редкая московская птица. Эта история началась давно, в 17 веке. Молодой чиновник посольского приказа Григорий Каташихин перешел на сторону так называемого потенциального противника. То есть к шведам. Каташихин сдал своих красиво. Если бы все шпионские донесения были оформлены с таким вкусом. Здесь Каташихин, это вообще-то его автограф, подробно рассказывает шведскому королю абсолютно все об устройстве московского царства в эпохе Алексея Михайловича. Каташихин пишет буквально обо всем. Причем не только о политических интригах в военном деле или состоянии казны. Птички, особенно хищные, тоже важное государственное дело той поры. Вот цитата. Да в том же приказе ведомо птицы, кречеты, соколы, ястребы, челики и иные. А бывает теми же птицами потеха, то есть травля, на лебеди, на гуси, на ульки, на жировли и на иные птицы и на зайцы. И учинен для той потехи над Москвою потешный двор. Если что и напоминает потешный двор, то вот отдел орнитологии московского зоопарка. Каташихин сообщает шведской разведке про птиц, птичек. И все это неспроста. У другого монарха той поры, английского короля Генриха IV, было 96 соколов. У французского короля Солнца, виднейшего монарха Европы, Людовика XIV, 100. У русского царя Алексея Михайловича, 3000 птиц. 3000. Алексей Михайлович был фанатично одержим соколиной охотой. С этим может, пожалуй, сравниться Дональд Трамп, проводящий десятки часов на поле для гольфа. Но Трамп не царь, а Алексей Михайлович царь. Дело в том, что охотятся и с другими ловчими птицами. Ну, например, с ястребом, с орлами охотятся. Но ястреб – это некрасивая охота, это как браконьерство. Он набьет сколько нужно дичи, и ты прокормишься. А вот сокол – это уже театр. Сокол – он артист. Он заходит в пике, он в пике бьет свою птицу. Если он промахивается, он мучается. То есть это уже такая эстетическая составляющая у этой охоты гораздо больше. Ведал соколами и соколиной охотой тайный приказ. Первая русская спецслужба. Это как если бы Федеральная служба безопасности курировала дзюдо и хоккей. К слову, о контрразведке. Да, к слову о контрразведке. Тот самый чиновник посольского приказа Григорий Каташихин, перебежчик, который пришел к шведам, ввязался в пьяную драку и был казнен на площади. Его скелет даже одно время стоял в университете, как учебное пособие по анатомии. В общем, птицы – дело государственной важности. Целый район Москвы был отведен на разведение, содержание и тренировку царских охотничьих птиц. Вот, например, Кречетниковский переулок в честь царских кречетов. И район Сокольники называется так из-за охотничьих угодий для соколиной охоты. Даже нынешняя улица Ширяева поля названа в честь Ширяя – любимого сокола царя Алексея Михайловича. А это церковь Святого Трифона в Напрудном – самое древнее сооружение Москвы за пределами Садового кольца. Первый древнерусский храм, перекрытый Кречетом сводом. Ну и, казалось бы, при чем тут соколы? Вообще, церковь Святого Трифона окружена такой урбанистической красотой, что, кажется, соколы здесь вообще не могут быть при чем-либо. Но они очень даже при том. У великого князя, а впоследствии царя Ивана Третьего, улетел любимый белый Кречет. Это случилось в районе села Надпрудного, то есть здесь. На розыске белого Кречета был отправлен сокольничий Трифон из рода Патрикеевых. И Трифону Патрикееву дали три дня, чтобы найти царского сокола. Три дня, по истечении которых на исходе третьего дня птичка все не находилась. И Трифон подумал, что дело труба. Он лег спать, и во сне к нему пришел его небесный покровитель, Святой Трифон, который сказал, что Кречета надо искать вот здесь. Трифон пришел, куда была велено, нашел птицу, и в знак своего избавления от начальственного гнева, ни от бури на море и океане, ни от какой-то напасти, от начальственного гнева заложил эту церковь. И на фреске из Трифоновской церкви Святой Трифон с белым Кречетом. В общем, сокол был для Москвы всем. Впору на гербе быть двуглавому соколу, а не орлу. Есть такая тотемная у нас птица, сокол сапсан, который вообще в средней полосе России почти исчез, когда применяли ДДТ, когда лет 50-60 назад боролись с пернатыми хищниками, которые якобы уничтожают охотничьи виды. Ну вот у нас на трех высотных зданиях, на главном здании МГУ, на МИДе и на высотке, на Котельнической набережной живут сапсаны. Раз их всего три пары, значит, это одни из самых-самых наших редких птиц Москвы. Так вот, самая редкая московская птица – это сапсан, род сокола. В Москве их всего три пары – шесть птичек. Над всей Москвой можно увидеть тысячи птиц – от вездесущих голубей и врагов Кремля – ворон, до редких. Не сказать, что пингвины и калибри летают от Москвы постоянно, но и они имеются. И все же самый быстрый из царских соколов – он же и самый редкий. Шесть птичек на 15-миллионный город. Неплохо. Ну вот и все. Получается, сапсан? Оказывается, он присутствует в Москве не только в виде ежедневного скоростного поэта до Петербурга, а еще и редчайшим, в прямом смысле слова, редчайшим напоминанием о той эпохе, когда ни воробей, ни ворона, ни голубь не могли и заикнуться о главенстве над московским, а значит, государевым небом. А теперь-то что? Теперь-то все. Все полеты над Москвой федеральнейшим указом запрещены. Может, поэтому люди и не летают, как птицы? Хотя это как посмотреть. Продолжение следует...